Привет, Вилл, спасибо огромное за то, что нашел время дать интервью для нас. Для начала, если можно, представься, расскажи что-нибудь тем, кто не в теме, о том, кто ты такой. Привет, меня зовут Вилл, я для радиослушателей Момерсерадио, наверное, я являюсь в первую очередь вокалистом распавшейся команды Теплые Дни. Ну и сейчас занимаюсь всевозможным разным музыкальным и кинотворчеством, которое скоро тоже до вас, до всех, я надеюсь, дойдет. Ну да, может, что-то подробнее расскажешь про другие проекты и про кинотворчество? Да, в общем, в двух словах примерно так все обстоит. Сейчас мы по многим причинам закрыли Теплые Дни, официально восьмилетний, в общем, такой вот большой проект, как сейчас модно говорить. Ну, основными причинами являются нежелание российского зрителя принимать нерусскую такую музыку на русском языке. Ну и, соответственно, отсутствие нормальных в России СМИ, нормальных поддерживающих каких-то ресурсов. Не то чтобы отсутствие, скажем так. Ну, в общем, причин много, вы все сами прекрасно понимаете, что рок-н-ролл, андеграунд в нашей стране, это не самое такое... Ну да, на низком уровне поддерживается. На низком уровне, да, находится. Вот, поэтому мы немножко устали от их-то падений всевозможных и решили перерождение такое некое устроить. То есть на тот момент, когда мы играли последний концерт, у нас уже был, в принципе, по большей части готов материал для нового альбома. Но мы знали, что он уже будет выходить под другим названием. Вот. И как только сыграли последний концерт, в ближайшее время сразу пошли в студию, записали его... То есть это не реалити будет? Не-не-не, ни в коем случае. Реалити — это параллельный как раз вот проект, в котором мы делаем, в принципе, то же творчество, только для широкого круга и стараемся... Несмотря на то, что нет у нас денег на арабские поп-музыки, что требуется у нас, но стараемся как-то расширить круг слушателей от не только андеграундных ребят, взроченных на правильной, нормальной музыке, но и чтобы эту музыку могли слушать и взрослые люди, и девочки, не особо будешь быть хорошо разбирающиеся в рок-н-ролле. И следующий альбом Реалити, кстати, мы вообще планируем делать совсем, ну, прям конкретно поп-совом, очень форматным, и чтобы за этот счет хотя бы иметь какие-то возможности не работать на плохих работах, а заниматься музыкой, а потом уже для себя фигачить нормальный рок-н-ролл с новой группой. Понятно. Ну, главное, чтобы это было поп-сово, но качественно. Да, это факт. Вот. Ну, Мари, по сути, ты так даже, получается, рассказал немножко уже и про теплые дни, и про вот новую группу, которая будет в Реалити, а еще есть Роу-Роу-Роу, тогда про них еще что-нибудь расскажи. Роу-Роу, ну да, это сейчас пока сложно что-то говорить, потому что мы просто собрались на несколько человек, от единомышленников, скажем так, из разных групп, в основном это больше на дружеских отношениях такая команда. Нам приятно вместе играть, мы делаем такой музончик на английском языке, который для нас, для всех, ну, все, в принципе, пять человек, которые в группе, они выращены на... ну, и крутились в тусовке поп-панка, скорее панк-рока, вот такой музыки подобной. Но сейчас немножко все от этого подустали, и мы хотим делать что-то более такое гранжевое, более стадионное, может быть, конечно, смешно это звучит для России. Но стадионный не в смысле того, что ха-ха, мы будем в Олимпийском. Ну да, есть такой жанр. Да, ну да, скажем так, стадионный рок, он просто приятен на слух вообще любому человеку гораздо больше, нежели какая-то совсем уж совсем диай-вайщина такая дикая. Скажи, вообще, в принципе, чем, как начиналась твоя рок-карьера, в каком возрасте ты, в принципе, вот начал играть? В 2002 году я начал играть на бас-гитаре в группе, которая потом переросла в теплые дни, был гитарист Волод Скопич, барабанщик Саша Михайлов, с которым потом мы играли в группе «Море лимонады». Ну, как в школе учились, играли на плохих концертах, в плохих клубах, нарабатывали опыт. И на плохих инструментах, наверное, первое время. Да, 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 конечно, на очень плохих инструментах, но для хорошей публики. Ну, отлично, да, какой-то нарабатывался уже опыт. Опыт обязательно. Ну, по поводу этого я могу сказать, что очень-очень раздражают в современном мире такие моменты, когда ты видишь, что люди, которым уже там, ну, нормально, скажем, лет, они уже не подростки, и они начинают, скажем так, создавать какие-то там группы, или, ну, пытаться становиться сольными исполнителями музыки, пробивать через интернет, не зная никакой подноготной, не имея никакого представления о том, как крутится вот этот недо-шоу, недо-бизнес нашей страны, будучи уверенными в том, что вот они сейчас через 20 минут после записи своей песни станут популярными. Поэтому я могу сказать, что опыт обязательно нужен. Чем раньше ты занимаешься музыкой, тем больше у тебя шансов, конечно, вообще что-то понять и сделать что-то стоящее для страны. Да, хотя бы к 30 и успеть что-то. Да. Так, слушай, расскажи немного про свой родной город. Здесь такая двоякая тема. Я родился в Казахстане, в городе Алмата. Прожил там свое детство. А потом уже в 97-м я переехал в Подмосковье, в город Латкарина, где, собственно, я уже познакомился с кучей народов, с которыми мы сейчас в тусовке, с Данилой, нашим барабанщиком, который на 2-3 года меня постарше, и который для меня в свое время, ну, знаете, в этом возрасте очень большая такая дырка, когда тебе там 14, а другому человеку там 18-17, и это уже, ну, совершенно другой взрослый человек. Вот, мы равнялись там с одноклассниками. Хорошо мы учились в одной школе все, и были в одной тусовке, слушали рок-н-ролл, там, тусовались на скейт-парке с рэперами, альтернативщиками, скейтерами. Была такая у нас община, и сейчас нашему Ткарину эта община, в принципе, вся осталась жить здесь, практически никто не переехал в Москву, и все уже взрослые. Большинство людей работает в той или иной сфере шоу-бизнеса, там, кто на телевидении, кто в газетах, кто на радио, кто в кино, кто там придумывает какие-то копирайтерские темы в рекламе, там, и так далее, и тому подобное. И вот что еще в очередной раз доказывает, то, что рок-н-ролл, это все-таки, ну, и, наверное, хип-хоп тоже, да, это все-таки музыка для более интеллигентного, скажем так, слоя общества, слушать сейчас у нас в стране, там, танцевальная вот эта странная музыка, непонятные, выжатые из пальца поп и так далее. Ты сам, в общем, не был никогда в Ткарина, но прям создает впечатление, что какой-то такой рок-сити, как, я не знаю, как Сиэтл, там, для Гранжи, или как там... Да-да-да, у нас часто приходят мысли такие в голову, что, да, это... Ну, конечно, Сиэтлом назвать сложно, потому что мало кому удалось пока отсюда выбраться в нормальные русла, но, по большому счету, да, очень много музыкантов, очень много творческих людей. Я тут недавно ехал со съемок на машине с артистом, на ночной развоз, и он говорит, меня довезите, пожалуйста, там, до Октябрьс. А тебе куда? Я говорю, а мне в Латкарине. Он так меня оборачивается и говорит, ты что, музыкант? Я говорю, ну, в общем, да. Он говорит, откуда вы знаете? Он говорит, ну, в Латкарине все музыканты. Так что такая есть тема, да. Окей, слушай, я видел, у тебя есть татуировки, и, по-моему, не одна. Расскажи нам про свои татухи. Да, классические, обычные татуировки. И на плече у меня подкола и розы в классическом москульном стиле, как у настоящих байкеров из американского кино. С надписью «Лаки» счастливчик, да, что я надеюсь, что, как бы, будет сопутствовать какой-то удаче в дальнейшей жизни. Высшая звезда с моим любимым сочетанием цветов, черный и зеленый. На груди у меня самая главная, скажем так, на мой взгляд, фраза для артистов вообще и музыкантов в том числе. Шоум из Голланд, привет, Фредди Меркли. Ну и на ноге у меня татуировка «Good Charlotte» произошла на следующем образом. У меня было написано две буквы инициалов девушки, в которую я был влюблен много лет. И впоследствии чего, как и многие чуваки, я сверху просто беспалево перебил надпись «Good Charlotte». В принципе, ненаметно, что там были инициалы. Ну да, девушку звали «Шарлота». Ну, практически, да. Так, слушай, ну а как ты вообще думаешь, в принципе, татуировки, дело такое, оно как бы какое-то влияние на жизнь оказывает? То есть, печаток какой-то, ты набиваешь татуировку, там, допустим, лаки, и как-то меняется твоя жизнь? Тут даже я скажу не совсем то, что смысл татуировки здесь не главную роль имеет. Больше, скажем так, что если человек набил татуировку, особенно на каком-то более-менее видном месте, то в большинстве случаев это означает, что он... Если он ее не набил в 12 лет, а уже в более сознательном возрасте, то это означает, что он определился и что он, скажем так, не особо хочет в системе, да, и сидеть в офисе, там, и так далее, то, как правило, люди с татуировками, они встают утром, когда хотят, не рано ложатся, когда хотят, а это уже много, многое говорит о человеке. Ну да. Что это означает? То есть, если человек бьет себе на руки кто-то, или там на шее, да, на груди, неважно, то это говорит о том, что он не собирается... Ну, вы поняли? Ну да, быть звеном раб-цепи. Да, да, да. Так, отлично. Значит, следующий вопрос. Вот на твоей страничке ВКонтакте, в графе «Любимая музыка» я четыре группы увидел. Это Foo Fighters, Nirvana, Beatles и Good Charlotte как раз. Это до сих пор актуально для тебя? Да, список был гораздо шире, но я в какой-то момент решил его сократить, почему-то мне так показалось, потому что... Ну, как-то перечислять все это. В общем, да, на самом деле, Foo Fighters — это группа, которую я услышал, плотно услышал там года два назад, и с тех пор в «Лейви» моем не было такого, чтобы не было хотя бы одного альбома. Я слушаю каждый день их, и сейчас они для меня — это современная группа номер один и пример для подражания. Ну, Nirvana по понятным причинам, Beatles, соответственно, тоже по понятным причинам. Beatles и Queen — это группы, лучше которых не было, нет и навряд ли будет. Да, я помню, мы как-то беседовали с Даном из «Пляжей», и он тоже, ну, очень любит Beatles. Говорил свое мнение, что он считает, что, собственно, Beatles чуть ли не родоначальники современного поп-панка, то есть если ускорить за два раза все эти песни Beatles, то получится прям настоящий поп-панк. Ну, вот здесь я не совсем согласен, потому что музыка Beatles во много раз интереснее и насыщеннее, и глубже, нежели большинство того поп-панка, которого принято в России считать поп-панком. Ну, и вот эти вот Beatles и многоголосие тоже так много. Ну, контрекция, там все дела. Канон — это правильный, то есть Green Day там, все понятно, что многие растут, да? Но, скажем так, то, что в России принято считать поп-панком, это то, что как раз его и загубило. Так же, как и со всеми остальными субкультурами. Культура себя сама испортила, и в какой-то момент уже стало стыдно причислять себя, скажем так, в России к этому стилю, потому что если ты играешь поп-панк, значит, тебе 12 лет, ты с ягуаром на скейтборде, и солнце светит до утра, и ничего тебе больше не беспокоит. На самом деле, совершенно не так. Это очень классная субкультура и очень глубокая, на самом деле, ну, если брать, да, хорошую группу. Вообще, в принципе, что касается плеера, какие ты группы, ну, последние пару месяцев, какие группы ты чаще гоняешь в плееры? Ну, в последнее время, ну, опять же, Foo Fighters, Beatles, Sting, Pink, Robbie Williams, Nirvana. Переслушиваю сейчас NoFX, подзабыл его уже, так заново начинаю от него в восторг приходить. Transplants, я очень люблю команду тоже, постоянно ее закидываю, кидаю, закидываю, кидаю. Сольные альбомы Travis, DJM, мне очень нравится. Вот, недавно я открыл для себя, мне кто-то подсказал российскую команду, очень редко, когда русская группа такой прям, ну, прям вау-вау-вау. Группа называется Pioneer Lager, Пыльная Радуга. Тверские чуваки играют гранж очень интересными текстами, с очень интересной подачей. Ну, на первый взгляд, это может показаться слишком похожим на Nirvana и каким-то даже, может быть, закосом под Nirvana, но если от этого ограничиться и, ну, не вслушиваться конкретно в это, а просто попытаться понять песни такими, которыми они написаны, как они записаны, с какой подачей они поданы, то очень клевая группа, очень талантливая, и у них хорошее будущее, возможно, между тем, так что вот зацените, у кого будет время Pioneer Lager, Пыльная Радуга, группа называется. Да, спасибо, заценим. Вообще, в принципе, ты следишь за молодыми командами? Вот, можешь ли кого-то выделить, там, за последний год-два кто-нибудь тебе понравился? Из того, что вот новое, я услышал за последний год-два, это, да, вот Pioneer Lager. Потом недавно я для себя открыл группу пространства вариантов. Я вообще не очень люблю такую супертяжелую музыку и моткор, но эта команда пространства у меня вообще дикое впечатление. Я просто не вынимал из плеера несколько дней. Причем ребята из Винницы, насколько я знаю, они уже не функционируют как группа, но я просто офигел. Они могут дать просраться очень многим зарубежным тяжелым группам. Очень интересно. И при том, там не просто идут тупые крики с тупым месилом, они еще сопровождаются очень мелодичными мелодиями припевов, очень странными такими клевым вокалом, прям нерусским, таким прям зарубежным. В общем, очень классная команда. А так по большинству, конечно, а, Stereo Man питерские ребята выпустили очень крутой альбом в этом году или в конце того года, я не помню. Тоже, который может прям посоревноваться с многими зарубежными. Очень классный, гаражный такой рок. Да, знаю таких. Интересный. Абсолютно отличающийся от того, что они делали до этого. Группа Pit Hall это половина того же состава. Ребята тоже, наши друзья очень клевые, интересные музоны играют. Сейчас они тоже перерождаются. Я знаю, хотят что-то уходить от стиля, но интересно было бы послушать. А что касается поп-анка, скорее нет, чем да, потому что он, наверное, он все-таки умер у нас в России уже. Ну, да, наверное. Старички и старички последние доигрывают, а новых каких-то ярких групп в этом жанре, я согласен с тобой, они особо не появляются. Да, есть такой момент, причем даже старички, которые, казалось бы, мне раньше казалось, что вау-вау-вау, все равно как клево, и даже они начинают расстраивать. Порой думаешь, блин, зачем же все-таки они продолжают этим заниматься. Ну, наверное, это как наркотик, сложно прекратить этим заниматься. Ну да, но в том плане, что можно идти вперед, если ты музыкант, то все-таки должен, мне кажется, развиваться всегда. Либо завязывать, либо развиваться, а стоять на одном месте и все ниже и ниже уходить в какие-то бездны, непонятно для чего, это мне не совсем понятно. Ладно, слушай, ну, интересный получился разговор, я думаю, не буду тебя больше мучить вопросами. Желаешь что-нибудь людям, которые будут слушать это интервью, слушателям команд, в которых ты играешь, слушателям на Универси радио? Я желаю людям быть терпимее, ну, скажем так, слушателям музыки, быть терпимее все-таки выискивать что-то свое в музыке, пытаться чувствовать и не просто так отвергать первые ноты то, что вам может не понравиться сначала. Старайтесь все-таки понимать людей и поддерживать музыку и не кричать, что русский рок это говно, потому что то, что крутится там на радио действительно может быть не самые лучшие команды, а внутри в Индеграунде есть очень много талантливых чуваков сегодня, поэтому старайтесь искать что-то и пытаться хоть как-то поддерживать, как-то ходить на концерты. Я уже не говорил о покупках дисков, которые уже даже самые музыканты перестали там выпускать, но хотя бы ходить на концерты, хотя бы как-то помогать начинающей музыке, чтобы она хоть как-то вылазила из задницы в нашей стране. Вот такой вот меня. Спасибо тебе огромное, что нашел время ответит на вопросы, у нас еще как-то долго не получалось вот сконнектиться. Спасибо, спасибо тебе, в вашей всей конторе, что пытается заниматься каким-то продвижением, это могло стоить сейчас. Да, мы что-то как-то стараемся хорошую музыку крутить и двигать в массы прекрасную. Лева, это клево, вам респект. Все, спасибо огромное, пока. давай, счастливо.